Что делать, если хочется обзавестись петличным микрофоном, при этом бюджетов на DPA не хватает? Ну какой-нибудь Rode тоже, к сожалению, достаточно сильно давит на кошелек. При этом брать откровенный Китай с Aliexpress тоже как-то не особо хочется. Друзья, это мое личное открытие. Я до этого не знал, что они существуют, но вот, пожалуйста, петличные микрофоны от Behringer. Это будет очень интересно, послушать эти микрофоны и, в принципе, понять, а стоит ли игра свеч. Благо, у нас целых два микрофона от этой фирмы приехали на обзор, и у нас есть с чем их сравнить. Этот канал давай запишем, приветствую вас! Здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Когда я собирал информацию для этого ролика и искал по этим микрофонам какие-то данные, то думал, что они отличаются разъемами. У одного трехконтактный TRS стандартный, у другого на четыре контакта TRRS. Самое интересное, что и там, и там у нас есть переходники, которые могут нам дать либо три, либо четыре контакта на ваше усмотрение, ну и смотря, куда именно вы будете подключать микрофон. И отличаются они в основном направленностью. Да, они в целом находятся в одном и том же ценовом сегменте. Отличие заключается не только в направленности, но и в частотной характеристике. Но опять же, частотная характеристика изменяется за счет изменения направленности главным образом. Итак, у нас есть модель GO, есть модель просто без приписки GO, и то, и то Behringer. Здесь у нас всенаправленная диаграмма, то есть звук этот микрофон будет воспринимать в виде такой сферы вокруг него. Тогда как тут мы имеем более узкую направленность, микрофон захватывает звук непосредственно спереди, и его критически важно расположить так, чтобы он был направлен, ну например, в сторону вашего рта, если вы что-то говорите и записываете на этот микрофон. Опять же, здесь у нас есть послабление, и микрофон можно располагать более вальяжно, но при этом не забывайте, что сфера будет захватывать намного больше различного шума с различных сторон. Разумеется, мы послушаем эти микрофоны, сравним, как я уже сказал, с другими моделями. Но для начала я хочу поговорить о комплектации, потому что она похожа как на одной, так и на второй модели. Мы имеем по микрофону, кстати, провод по длине метр двадцать, что достаточно неплохо. Достаточно длинный провод, который можно, ну допустим, скрыть под одеждой, он не будет в натяг у вас, если вы понимаете о чем я. Хотя по длине боя никто, я думаю, не перебьет. Итак, у этой модели мы стандартно имеем разъем TRRS, то есть на четыре контакта, и в комплекте у нас идет вот такой небольшой переходник на три контакта. Тогда как здесь стандартно мы имеем три контакта, переходник, который дает нам четыре контакта. Зачем нужны четыре контакта? Это стандартный способ подключения гарнитур, и когда вы подключаетесь, допустим, к смартфону, к разъему на смартфон, чтобы этот самый разъем распознал подключаемое вами устройство как микрофон, вам нужен четырехконтактный штекер, что, собственно, здесь мы с вами и имеем. У каждого микрофона есть ветрозащита. Давайте я вам покажу, вот какие они. Красивенький этот один. Давайте снимем со второго. Тут уже видно, да, что нет настроенных портов, что это всенаправленный микрофон. У каждого микрофона есть вот такая прищепка для надежного крепления, например, за одежду. Можно закрепиться за карман, можно закрепиться за лацком, например, как в моем случае. И в каждом комплекте имеется небольшой мешочек для хранения и для бережной транспортировки микрофона с места на место. И на тот и на тот микрофон есть очень странные указания по устройствам и по ситуациям, где их лучше будет использовать. Где-то нам рекомендуют подключаться к камерам, например, для блоггинга. Какой-то отдельный микрофон, один из этих нам рекомендуют для стримов. Честно от себя скажу, что эти микрофоны можно использовать везде, где только вам может пригодиться петличка. Это может быть и какой-то блоггинг, это может быть, допустим, запись с беспроводным радиомикрофоном, с беспроводной радиосистемой, когда у вас есть поясной передатчик с разъемом в виде маленького джека, куда вы можете подключить либо этот, либо этот микрофон. Опять же, живые мероприятия. Возможно, если, ну как сказать, градус вашего живого мероприятия будет позволять использовать Behringer на них, если вы понимаете, что я здесь имею в виду. Можно подключиться к рекордеру, если у вас есть маленький джек на рекордере, специальный разъем, куда можно подключить подобные петлички. Можно подключиться к аудиоинтерфейсам или к микшерным пультам, если там, опять же, имеется специальный разъем, например, как на Yamaha AG, там есть специальный разъем для подключения гарнитуры. Как раз-таки туда подобные микрофоны войдут просто замечательно. Какие еще есть варианты подключения? Не поверите, но эти микрофоны спокойно можно подключить и в XLR-разъем, привычный XLR-разъем. С помощью вот такого переходника, опять же, от Rode. Благодарим за то, что предоставили нам такой прекрасный переходничок. Что он делает? Это не просто переходник с XLR на маленький джек. Эта штучка является преобразователем напряжения. На вход мы подаем с вами фантомное питание. То есть мы делаем то же самое, что делаем, когда подключаем конденсаторный микрофон. Но конденсаторный микрофон, мы с вами подаем на него как бы поляризующее напряжение для поляризации. А здесь мы подаем напряжение, и оно конвертируется, оно преобразуется в более малое напряжение. Например, здесь это полтора и где-то два вольта плюс-минус, с помощью которого как раз-таки эти самые петли и будут работать. И это очень важно. Учитывайте, что разъем, к которому вы подключаете вот эти петлички, должен подавать. В профессиональном жаргоне это называется Plug-in Power. То есть это совсем небольшое напряжение, которое как раз-таки позволяет таким петличкам быть на плаву и выдавать хоть какой-то звук. Я предлагаю вам попробовать два варианта подключения. Мы подключимся к компьютеру, ну вернее к аудиоинтерфейсу, и запишем что-то на компьютер с помощью вот этого переходника. А также мы попробуем подключиться к телефону и симпровизируем такой вариант блогинга, когда у нас есть только мобильный телефон и петличка, и при этом нам нужно с вами что-то записать. Прежде всего давайте я обрисую, что у нас есть на столе, и что вы слышите прямо сейчас. Сейчас вы слышите DPA. Я не знаю, можно ли так говорить, но в нашем ролике это будет своеобразный референс. Это микрофон, на котором мы работаем достаточно давно. Более того, это индустриальный стандарт не только для кино, но и для театрального производства. Я думаю, люди, которые в теме понимают, о чем я. И мы будем все это вместе сравнивать с тем, что у нас лежит сегодня на столе. Но учтите, что DPA стоит намного дороже, чем все то, что у нас лежит на столе, даже хваленый Rode. Итак, я уже закоммутировал первый микрофон от Behringer, все направлены. Далее у нас пойдет направленный Behringer. Далее у нас будет Rode. И завершим мы все это нашей прекрасной петличкой боя, которая, видно, сходила в салон красоты. Ее там причесали и скрутили аккуратненько стяжечками. Теперь она выглядит просто замечательно. Ее мы обязательно тоже послушаем. Итак, мы используем переходник на XLR. Подали на канал, к которому закоммутирован этот провод фантомное питание. И я пишу раздельно уже второй канал. И теперь, если я что-то буду говорить, вы изолировано сможете послушать звук этой самой петлички. Напомню, что это круговая направленность от Behringer. Я могу как-то вот так ее продемонстрировать. Давайте с вами послушаем, как именно изменяется звук при изменении положения петлички. Здесь есть небольшой крокодильчик. Давайте я защелкну эту петлю у себя лацканье. Мы послушаем, как она звучит в таком положении. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Это был необработанный звук. Теперь мы можем послушать, как петличка звучит после обработки, потому что обработка это очень важный процесс, который очень сильно изменяет звучание петлички. Даже и сбои можно вытянуть что-то более-менее неплохо звучащее. Вернулись на DPA. Пока что я буду перекоммутироваться. Итак, важный пункт, который нам с вами следует соблюдать, мы должны подключать к этому переходнику стерео джек. То есть нам нужно именно три контакта. Здесь у нас три контакта дает переходник, здесь у нас переходник на четыре контакта, его я временно сниму, чтобы все контакты замыкались ровно так, как это и необходимо, чтобы микрофон получал необходимое напряжение, чтобы мы с вами получали звук. Итак, это уже Behringer номер два, поговорю в него немножечко. Он более узко, он узконаправленный, если я его буду отводить в сторону, направленность должна сразу ярко вырисовываться. Направлю на вас, направлю микрофон на себя. Давайте попробую также на себе его пристегнуть и послушать, какой именно звук дает эта петля. 1, 2, 3, 4, 5. Микрофон висит у меня на лацкане. Теперь мы можем послушать обработанный звук с этого микрофона. Напоминаю, что обработка для петлички это очень важно. Это, конечно же, эквализация и динамическая обработка. Вернулись обратно на DPA. Давайте я снова произведу всю необходимую перекоммутацию. Behringer у нас уходит сюда. Настало время Rode. Настало время Rode, и, кстати, здесь все очень похоже на Behringer. Здесь есть крокодильчик для крепления к различным поверхностям на вашей одежде. Есть ветрозащита, кстати, достаточно интересная. Такая она прорезиненная снизу, чтобы более сильный и надежный был контакт с самой петличкой. Ну и, конечно же, стоит упомянуть, что вот эти самые Behringer, я на 100% уверен, что они делались с оглядкой на вот это чудо. Даже в названии у нас есть такой своеобразный референс, который нас отсылает к Rode. Что-то я заболтался, давайте подключимся. Так, я проверю уровни. И, судя по уровням, я прихожу. Именно так звучит эта петличка. Напомню, что это Rode. Давайте попробую закрепить ее у себя на лацкане, послушаем результат. Вот так и с двумя петличками, как первое лицо государства. Друзья, это был необработанный звук. Теперь мы слышим, как Rode звучит после обработки. Напомню, что это очень важно. Это действительно раскрывает звук петлички. Возвращаемся на DPA. И сейчас я перекоммутируюсь на Boye, это будет самое интересное. Boye у нас занимает такую нишу откровенного Китая. Да, это петличка, которую без проблем можно купить на Алиэкспресс. Причем ее там можно купить под всевозможными брендами. Так что Boye это, наверное, такое нечто нарицательное. Вот она, видите? Даже несмотря на то, что мы ее причесали по проводам, все равно умудрилась запутаться. Что интересно, для Boye нам не нужно фантомное питание, поэтому я открою сейчас себе контрольную панель. Фантомное питание уберу, подключусь вот сюда. Почему для Boye не нужно фантомное питание, когда мы работаем с этим переходником? Потому что здесь есть уже свой собственный блочок, ему для работы нужны небольшие батарейки, небольшие таблеточки. И он сам уже в этом самом блочке из этой самой батарейки берет необходимое для микрофона напряжение. Мне просто нужно сделать небольшой щелчок. Микрофон начнет свою работу. И теперь, если я что-то буду говорить, вы будете прекрасно слышать меня, мой голос, который записан на Boye. Давайте я ее немножко размотаю и закреплю также у себя на лацкане. Я плюс-минус стараюсь их крепить на одном и том же расстоянии. Извините, если вдруг у меня идет какое-то небольшое отклонение. Именно так Boye звучит в необработанном виде. А теперь мы с вами можем послушать звук этого микрофона после небольшой обработки. Напомню, это очень важно. И Boye действительно может звучать очень и очень интересно, если ее при этом грамотно обработать. Еще один вариант подключения, который я вам обозначил, это использование смартфона. Опять же, для этого нам понадобится четырехконтактное соединение. Здесь оно у нас присутствует. Это просто здорово. Для Rode мы будем использовать переходник из одного набора от Behringer. Здорово, что он тут пришелся очень кстати. Итак, тут у нас переходник на 3. Это нам не нужно. Мы его отключаем. Подключаем четыре контакта к телефону и нажимаем запись. Итак, сейчас мы пишем все на первый микрофон от Behringer. Напомню, это та петличка, которая является направленной. 121, 122, 123. Перешли обратно на DPA. Я так одновременно буду писать и на телефон, и на DPA. Кстати, ради интереса ближе к концу мы сравним звучание петлички, ну какой-нибудь одно из петличек с звучанием телефона. Микрофон, на который встроен телефон. Думаю, результат, который мы получим, будет очень и очень интересен. Здесь наоборот нам нужен переходник, допустим. Вот так сделаем. Подключаем, коммутируемся. К счастью, все необходимое напряжение уже идет с этого разъема, то есть нам дополнительно ничего не нужно, чтобы подключить сюда петличный микрофон и что-то на него записать. Это Behringer, но уже номер два. Звучит со смартфоном следующим образом. Вернулись на DPA. Итак, подключаем теперь Rode. У них есть отдельные специальные петлички для смартфонов. Здесь петличка не совсем смартфоновская, но вот таким простым переходником из этой петли мы можем сделать микрофон для телефона. Снова коммутируемся. И если я что-то начну вам говорить в этот микрофон, вы будете меня прекрасно слышать, потому что именно он, именно Rode сейчас идет у нас на запись. Вернулись обратно на DPA и осталось подключить сюда Boyu. И как раз-таки Boyu я предлагаю в конце сравнить со звуком микрофона, который у нас встроен в телефоне. При этом заметьте, когда мы сейчас подключаем Boyu, нам не нужно подавать напряжение с батареечки. По сути, мы можем работать даже без этой самой батареечки, потому что все необходимое питание у нас идет от смартфона, и это очень и очень удобно. Петличка Boya звучит следующим образом. Подключили ее к телефону, проверяю волну, волновую форму. Звук идет, и это просто здорово. А теперь ради интереса, вот прямо встык, давайте я отсоединю микрофон, и мы послушаем, как звучит микрофон, встроенный в мой смартфон, по сравнению с петличкой. И именно так звучит микрофон, который встроен в наш смартфон. Можно сравнить со звуком петличек, которые мы слушали до этого. Давайте ради интереса я возьму телефон в руки, поднесу поближе к себе, что-то поговорю прямо близко в микрофон. Именно такой записи вы можете добиться со своим телефоном, допустим. Ну, или использовать петличку, как это сделали мы в сегодняшнем ролике. Ну что, вот они, слева направо. И что хочется сказать? Действительно, Behringer пытались слезнуть что-то у петличек Rode. Действительно, был закос. Но на мой взгляд, на мой личный субъективный взгляд, у них не получилось. Это неплохие петлички. Поймите меня правильно, за свой бюджет это вполне себе неплохо звучащие петлички, которые вполне себе можно использовать, ну, например, в голосовом чате, когда мы подключаемся к компьютеру, выводим их в качестве микрофона и общаемся с аппартийцами. Возможно, общаемся где-то на деловых встречах по Zoom, Skype, Teams и тому подобное. Но, на мой слух, до вот этого они не дотягивают. Ровно как и не дотягивают до DPA, но вполне себе это логично. Что интересно? Что интересно? Когда мы сравнивали с вами всё с Боя, вы заметили, что насколько вот эта петля интересно звучит? Друзья, за цену, которую за неё просят, за цену, за которую её может купить любой желающий, она очень интересно звучит. И я боюсь, как бы наш ролик не стал рекламой Боя, и как бы нам в комментариях там не стали люди писать, что нам Боя принесла чемоданы денег, и на самом деле мы поменяли звуками DPA и вот эту петличку. Но факты таковы, нам нечего скрывать, мы максимально открыты и чисты, и вот лично мне звучание этой петли в нашем обзоре понравилось, ну чуть ли не лучше всего. Road, он и в Африке Road, это неплохо себе звучащие петлички, которые... ну вот в данной комплектации это больше для каких-то поясных передатчиков, для рекордеров. Если мы с вами хотим заиметь что-то для работы со смартфонами, то нужен специальный переходничок, ну или специальный от, опять же, Road петличка, которая работает со смартфонами. По комплектации, опять же, Road и Behringer очень и очень похожи друг на друга. Тот же самый мешочек для транспортировки и хранения есть у вот этой фирмы. Длина провода. Везде она плюс-минус одинаковая, за исключением боя. Здесь мы имеем просто длиннющий, огромнейший провод, который мы хоть как-то стянули стяжками. Я думаю, вы видели у многих блогеров, которые работают с камерой, идущей по штанине, внутри штанине провод, который свешивается к камере. В 90 процентах случаев это будет боя. Это действительно та ниша, которая была найдена этим микрофоном, где этот микрофон прекрасно себя чувствует вот до наших дней. Что сказать о Behringer, если уж возвращаться к ним? Лично я, естественно, буду вам советовать обратить свое внимание на направленный микрофон, потому что всенаправленный микрофон, да, он прощает какие-то поблажки по расположению, но при этом он насасывает в себя намного больше шума извне. Поэтому старайтесь пользоваться направленными петличками, и я думаю, будет вам счастье. Напишите в комментариях, что именно вы думаете по этому поводу. Составьте топ, возможно, вот из тех микрофонов, которые у нас были сегодня. Куда вы поставите Behringer, куда роут, куда боя, куда DPA? Я очень буду ждать ваших комментариев. Не забудьте отблагодарить нас лайком за проделанную работу, не забудьте подписаться на канал, если вы здесь недавно. Ну и штатно напоминаю, что этот канал давай запишем. Здесь мы с вами общаемся на тему про аудио, а за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, ссылки прямо сейчас вы можете наблюдать на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до встречи в следующем ролике! Ну скрипты, древние знания. Тайны предков. Да, шизорусов.